Воскресный день руководитель районной администрации Алексей Валов провел в Огудневском поселении. Здесь состоялись два схода жителей, где требовалось его участие. В деревне Воря-Богородская обсуждается перспектива строительства логистического центра торговой сети «Магнит». Это комплекс складов, цехов, терминалов для обработки и хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Проект предусматривает создание порядка двух тысяч рабочих мест. Территорию подбирали с учетом близости будущей ЦКАД. Однако местные жители и дачники не хотят, чтобы спокойная обстановка этих мест была нарушена потоками грузового транспорта и сотнями работников. Своё заключение по проекту по просьбе Алексея Валова сделала и общественная палата. Мы решили, что этот проект здесь не состоится. Для того, чтобы окончательно успокоить жителей, приехали сюда и сказали им решение о том, что проект распределительного центра торговой сети «Магнит» здесь располагаться не будет. Тем не менее, власти не намерены отказываться от важного для экономики района инвестиционного проекта. В другом месте будем ставить распределительный центр. По одной простой причине – это хорошая экономика, хорошее поступление в бюджет, которое позволит дополнительно, как они просили здесь, строить дороги, и рекреационные зоны восстанавливать, и делать для них жизнь комфортнее. В деревне «Вторая Алексеевка» руководители районной администрации ждали представителей инициативной группы многодетных семей, получивших здесь земельные участки по губернаторской программе. Здравствуйте! Рад вас всех видеть! Людям очень нравится выделенная им территория, но вот беда – часть её заболочена, особенно это проявляется в период паводка. Раньше эти поля обрабатывались, но в последние годы по прямому назначению не использовались. Всё заросло, образовался поверхностный слой, который не позволяет воде уходить. Мы подобную роду работу проводили в Турбино. Также делали водоотводные канавы, уводили воду, и она уходила в ручей. И там и ручей сейчас у них течёт, и как бы воды нет. Руководитель администрации пообещал людям провести комплекс работ по осушению поля, чтобы они смогли начать осваивать свою землю. Если чей-то участок окажется совсем непригодным, его заменят. На благое дело для тех, кто поддерживает положительную демографическую ситуацию в районе, землю найдём, заверил Алексей Валов. Сделаем проект водоотведения поверхностных вод, проведём инженерные работы, и участок будет готов к тому, чтобы на перспективу на будущие годы не быть затоплено. Житель всегда прав, как говорит наш губернатор. Поэтому мы должны слышать жителей, слушать и слышать. Мы услышали. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».